Значит, прогресс есть? Прогресс есть, да, это так. Шутка. Значит, по Атессу. Действительно, ну, мосты хорошие. Дороги хоть и валятся хорошие. Жить стало лучше, да, вверху. А внизу плохо живется, все равно. Ну, там, мэр, все. Мы не будем о коррупции сегодня. Я вообще не хотела о плохом. Ну, придется. Вот этот бывший министр обороны, это такая боль. И мне кажется, вы его назначали. И даже в последнее время по телевидению уже оправдывали. Вот я бы хотела сказать, спросить вернее, что вы можете сказать по поводу вот этого руководителя и как вернуть эти деньги, которые они уворовали? Славянка это и прочее вот. Что нам делать с обороной Российской Федерации? Чего они уворовали там? Уворовали, ну, миллиарды. Вы не знаете? Нет. Нет, не знаю. Я сейчас скажу почему. Ответьте, пожалуйста. Как вас зовут, да? Мария меня зовут. Мария? Мария. Маша, садись, пожалуйста. Спасибо вам. Маша, будьте любезны, микрофон, пожалуйста, отдайте. По поводу того, что вы уворовали или не уворовали. Я уже пояснял свою позицию. Я никого не оправдывал. Я действительно назначал Сердюкова в свое время. И люди в погонах это особая каста. И к ним нужно с особым уважением относиться. Он мне, Маша, я ему, Вова, а что страшного-то? Меня тоже, я извините, не Маша вообще-то для чужого мужчины. Я всю жизнь с малых лет Мария Дмитриевна. Но сказал Маша. Ну, Вова, ему тоже приятно. В 60 лет его Вова кто-то назвал. Мария Соловьенко, Владивосток, газета «Народные вечи». Гражданин, пожизненный президент Российской Федерации. Прошу не обижаться. Я сейчас объясню, почему. Поскольку ваш удивительно синеглазый пресс-секретарь в прошлый раз практически у меня вырвал микрофон, я буду краткой. Мой вопрос будет один, но из трех частей. Коллеги, я прошу вас не смеяться. Это по-нашему. Потому что я очень волнуюсь, и серьезные будут вопросы. Пожалуйста, прошу вас. Про коррупцию не буду, смущать не буду. У нас тяжелая ситуация в Приморье по онкологии. У нас взрыв был атомный, чажемат. Атомный реактор у нас там остались от лодок. У нас фокусима рядом, собираются хранить отходы, не спросив нас. Очень многие люди болеют, помощь очень слабая. Я вас попрошу, Владимир Владимирович, даже не надо из бюджета. Вам стоит только плечом повезти все те Брамовичи, Прохоровы. Жена Шувалова, они к нам часто все приезжают, они богатые люди. Не надо из бюджета. Эту шайку Минобороны тряханите. По 2-3 миллиона рублей, извините, я так говорю. Не надо хлопать, коллеги, это очень больно. У нас молодые дети болеют. Едут в Сингапур, квартиры продают родители, чтобы их спасти. Ну сделайте до Нового года нам этот подарок. Все. Вы решите это, я думаю, да? Хотите, ответьте, хотите, нет. Нет, ну 20 миллионов. И последний я. А, ну пожалуйста. Да. Нет, вы ответьте, а тот последний. Короткий. Можете не отвечать, но он очень серьезный будет. Кто руководит пресс-конференцию, вы или... А как хотите, главное, чтобы польза была. Я хочу, чтобы вы закончили свой вопрос. Хорошо. Вот сейчас всякие исследования, 5-7 лет нашей стране осталось. Очень больно это слушать. Знаете, о чем это речь? Нет? Ну такие общественные мнения, институты в интернете, что стране 5-7 лет. Мы разваримся к чертовой матери. Так вот, Владимир Владимирович, для вас этот вопрос будет очень тяжелый. Прошу на него не отвечать. Это правда. По конституции недра принадлежат народу. И нефть, и газ, и все ископаемые. Но давайте сделаем так. Не сразу у вас это получится. Может быть, вам страшно будет. Давайте вернем все-таки. Тогда не будет этой прослойки. Не будут сдирать шкуру с налогоплательщика. Тогда у нас проблем не будет. И на ПЭТ нам хватит, и на пенсии хватит. Без всяких прокладок вот этих олигархических. Это трудно. Можете не отвечать. Мы будем в этом отношении и дальше работать. Значит, ну вот, пожалуй, и все. Оттого и бардак в стране. Ты думаешь, что беспредел, что по России гуляет, в нем я виноват? Или льдар с мухой? Хрен в стакан. Это все от той гнили, что наверху. От тех сытых, которые никогда не знали, что значит жить плохо, бедно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова